здравствуйте в эфире программа главный герой наша тема сегодня ресторан и бизнес в испании и россии чем они схожи и чем отличаются я напоминаю что это и другие программы вы можете посмотреть на нашем сайте itv55.ru и в гостях у нас гость из испании хавьер альяго испадос шеф-повар который работает в управляющей компании отеля рицкартон хавьер здравствуйте и коротко себе почему вы стали поваром как пришли в профессию я из валенсии сейчас работаю в барселоне я своей работой доволен и очень счастлив быть частью этой компании а вообще на самом деле я не сразу понял что хочу связать свою жизнь с кухней это скорее дело случая было так в один прекрасный момент я понял что очень хочу увидеть море и с друзьями поехал отдыхать наибицу как раз в этот момент я начал задаваться вопросом вроде для чего я существую и чем я вообще хочу заниматься в жизни и тут дело случая а может быть судьба вдруг наибица работал шеф-поваром в пятизвездочном отеле и предложил подработать в общем поехал отдыхать и нашел свою работу получается так я очень переживал получится у меня или нет но мой приятель сказал что я буду исполнять только простую работу чистить овощи нарезать продукты помогать сотрудникам на кухне в общем ничего сложного со временем не стало нравиться то что я делаю и стало любопытно чем занимаются другие повара я начал с ними общаться интересоваться как делать на кухне вещи посерьезнее а чуть позже пошел учиться чтобы стать профессионалом полностью освоить это ремесло и мне это было по душе как будто всегда мечтал и вот моя мечта сбывается прошел обучение в одной специализированной школе потом в другой не знаю как у меня это получалось но времени хватало на все рос внутри компании и параллельно учился но это я понимаю любимая ваша профессия с самого начала пока не было опыта я работал наибице в так называемом пляжном клубе потом когда немного обучился и понял какие навыки нужны на кухне нашел работу в одном отеле потом в другом чуть позже стал трудиться в более престижных местах там я познакомился с разными людьми которые мне тоже помогали развиваться неоценимый вклад в мой профессиональный рост внес шеф-повар именно он научил меня по сути всему если честно я не ожидал найти такую работу на которую каждый день буду ходить с большим удовольствием ни разу не пожалел о том какой путь я выбрал ну и про искусство тогда рицкартен это высококлассные отели обычно там все очень жестко существует свой регламент и не мешает ли это творчество сейчас когда вспоминаю каким я был в юности у меня ведь тогда не было ни малейшей мысли мечты о том чтобы работать на кухне я думаю что я полюбил свою работу потому что она в первую очередь увлекательная это ведь тоже творчество всегда хочется что-то привносить новое в общем созидать это очень здорово когда у тебя есть такая уникальная возможность работа на кухне очень сильно напоминает искусство поэтому я отчасти даже художник особенно я рад когда получаю отзывы о том что приготовил когда мои гости благодарят меня это настоящее счастье я знаю вы готовили для многих звезд камерен диаз шакира джастин бибер другие и есть принципиальные отличия в подходе вот к приготовлению пищи для звезд и для обычных гостей или у рицкартена не бывает обычных гостей за каждое свое блюдо ты несешь ответственность она несет твое имя люди всегда знают кто для них готовил кстати в нашей профессии есть негласное правило закон я бы даже сказал если ты любишь свою профессию в каждое блюдо вкладываешь свою душу то и получается все на высшем уровне и даже когда тебе дают стандартный набор продуктов ты делаешь все чтобы получился кулинарный шедевр такой чтобы тебя запомнили поэтому в нашем деле с плохим настроением работать не стоит много раз приходилось обслуживать звезд голливуда это особенные клиенты они очень трепетно и внимательно относятся к тому что едят а когда знаменитости бывают в испании они разумеется предпочитают заказывать морепродукты самое интересное что они приезжают не отдыхать а работать поэтому когда они возвращаются с концертов либо со съемок и хотят поужинать повара очень сильно стараются и хотят им угодить обычно заказы им приносят в номера часто это делает даже сам повар чтобы представить свое блюдо как говорится от первого лица компания рекалтен имеет очень четкие рамки у них кстати очень любопытный слоган звучит буквально так дамы и кавалеры обслуживают дамы кавалеров я считаю что нужно уважать своих гостей и надо готовить не просто так как они хотят и как говорят везде всегда нужно превосходить ожидания и свои клиентов у нас к сервировке и подаче блюд всегда очень большие требования разумеется и технологиям приготовления я всегда говорю что кухня это другой мир я как пор просто обязан поведать гостям об этом мире самым лучшим образом и главное опять же уметь удивлять приятно удивлять как пример тебе дается для работы рыба и овощи а вот что из этого получится это уже целиком и полностью творчество повара каждый имеет свой стиль поэтому одно и то же блюдо у разных специалистов будет отличаться но самое главное чтобы клиент ушел из ресторана с восторгом и теперь вопросы касающиеся омска вы первый раз в городе что вам здесь понравилось что не понравилось я говорю и о кухне и вообще в принципе о жизни омск это город контрастов если честно когда ехал думал про сибирь совсем иначе уже готовился к тому что буду постоянно мерзнуть и даже немного боялся что не найду здесь себе друзей потому что слышал что сибиряки закрыты и отстраненные но оказалось что тут много солнца да и снега не так много как я думал для меня например было откровением что в снег сибири не круглый год еще мне понравились ваши широкие улицы в испании такого практически нет там все улицы очень узкие и маленькие а еще я просто восхищаюсь омскими храмами они очень красивые парки тоже порадовали вообще в городе много деревьев так жить очень комфортно люди у вас очень удивительные когда знакомишься кажется что они самые серьезные но уже через несколько минут они готовы открыть тебе душу что не понравилось это дороги и водители дороги кажутся опасными а некоторые автолюбители сумасшедшими ну во первых я вам хочу сказать что очень повезло вам с погодой это такое первое лето я помню первая осень такая помню в омске и на самом деле дороге еще полтора месяца назад были во много раз хуже мне было не просто понять и проникнуться русской культурой именно в плане местной кухни все блюда мне незнакомы поэтому постоянно приходилось задавать вопросы внимательно слушать рекомендации хозяев мне кажется что русская кухня сложилась из разных культур больше всего понравились пирожки с картошкой вроде бы простые вещи но удивительно вкусные ну и русский борщ конечно я об этом супе раньше слышал много но попробовал только в сибири что наверное так и должно быть вам удалось посетить какие-то рестораны что вы можете сказать о кухне ну может быть не называя ресторанов вообще какой-то вывод вы сделали о качестве и и качестве приготовления еды и о качестве сервиса в омских ресторанах когда выбирал куда сходить как гость просматривал отзывы в интернете и прежде всего меня интересовали заведения которые называют себя ресторанами премиум-класса пришлось немало походить по ним и посмотреть чтобы общее мнение о сервисе сложилось сервисом оказался совсем недоволен и не потому что я такой капризный а потому что есть базовые вещи которые в этих ресторанах игнорируют заказали бутылку вина и ее быстро принесли но она была уже открыта нас конечно это смутило хотели поменять но официантка сказала что ее поменять почему-то нельзя до сих пор не могу понять почему нельзя было заменить на новую закрытую бутылку во многих случаях забывали приносить хлеб его в буквальном смысле слова приходилось выпрашивать часто приносили несвежие продукты посуда бокалы бывали нечищенные все заляпанные официанты все нервные порой не могут найти ответ на элементарный вопрос поэтому невозможно в ресторане расслабиться еще и не понял почему все блюда абсолютно во всех ресторанах украшены только петрушкой в общем насладиться в омских ресторанах сервисом не смог ну я могу сделать вывод только один что мы поздно с вами познакомились к сожалению не смог вам в омске есть хорошие рестораны их не очень много но они есть где не кладут петрушку и дают свежий хлеб следующий раз просто я вам напишу адреса или сам вас проведу по этим ресторанам и вы поймете что здесь есть хорошая кухня есть даже высокая кухня в омске к сожалению у нас нет испанского ресторана ни одного и очень мало испанских блюд самый распространенный из них наверное по или но у нас есть неплохие русские рестораны неплохие рестораны кухни грузинской восточной кухне неплохие европейские рестораны их достаточно много обязательно я вам их покажу я слышал что вы были на хоккейном матче вам понравилась игра понравилась команда наша я очень много слышал про хоккейную команду авангард и поэтому хотел посмотреть на игру поэтому как появилась такая возможность большим удовольствием пошел на матч было замечательно впечатлила команда энергетика хоккеистов и болельщиков к тому же в тот день авангард как раз выиграл с очень большим отрывом поэтому испытывал радость как десятилетний ребенок мы можем считать что у нас теперь есть болельщики нашего авангарда и в барселоне да я теперь ярый болельщик авангарда уже накупил массу сувениров символика и обской команды и буду раздавать их своим друзьям в испании всем расскажу что в сибирском городе омске есть замечательная хоккейная команда авангард тем более в испании этот вид спорта не очень распространен но опять же жаль что мы поздно познакомились потому что я бы вам сувениры все бы давали от хоккейная команда авангард у них них достаточно и обязательно что-нибудь вам передам в дорогу чтобы вы болели за нашу команду и в следующий раз приезжая позвоните хотя бы за неделю чтобы мы с вами смогли поприсутствовать на матче познакомиться с игроками с болельщиками с основными с руководством команды пока трудно сказать когда в следующий раз приеду накопилось очень много работы много действующих проектов которые нужно продолжать или наоборот доводить до логического финала мне даже грустно от того что не знаю когда выпадут следующие каникулы а следующий раз когда будет я бы посоветовал вам приехать зимой очень хочется побывать у вас зимой на самом деле я плохо переношу холод но любопытно узнать что такое сибирские морозы и сугробы снега хочется увидеть какое любимое ваше блюдо что вы больше всего любите есть и готовить и совпадает ли это больше всего я люблю настоящую валенсийскую паэлью это все с детства блюдо из риса в общем моя специализация но есть и другие фишки например популярное в испании блюдо бычий хвост она готовится на низких температурах обычно его готовят с пармезаном хвосты нужно очень долго говорить иногда это блюдо делают на вине иногда с добавлением шоколада я каждый раз стараюсь изобрести новую вариацию этого блюда видите как много у нас общего у меня близкий друг шеф-повар он к сожалению сейчас не в омске в новом рингу и он тоже очень любит готовить на низких температурах и он один из немногих кто в омске это умеет делать и опять же вы его не застали вы очень правильно подметили на самом деле готовить на низких температурах мало кто умеет это могут только хорошие шеф-повара блюдо при таком методе совершенно другой внешний вид ну и у ингредиентов другой вкус раскрывается одним словом во вкусе ничего не нарушается и не портится вкус становится только ярче а вы за время нахождения в омске готовили что-то здесь вот для семьи для своих близких я очень хотел готовить в омске но программа моего путешествия была очень плотно расписана ходил часто на экскурсии просто гулял по городу побывал в знаковых местах все это было интересно и я рад что побывал в сибири но все равно уезжаю с небольшой грустью от того что не успел покормить близких своими блюдами показать им что я умею и я вот задам вопрос который не в тему на который точно будет интересовать женскую часть нашего наших наших зрительниц как вы познакомились со своей женой она у вас из омска и очень хорошо знаем раньше вместе работали как вы познакомились может быть если но это возможно рассказать расскажите коротко познакомились в андоре мы работали в разных отелях но они были объединены одной сетью поэтому у нас были совместные корпоративные праздники вечеринки и вот на одном из праздников я познакомился с мариной просто остался не подружески общаться потом все переросло в серьезные отношения мы вместе уже два года я очень рад что вы здесь я очень рад что вы вместе я немножко опечален тем что вы все-таки не смогли увидеть омск ну хотя бы вы увидели авангард это уже много значит ну и попробовали хачапури я думаю что я и места могу вам рассказать 2 хачапури делаются лучше но у нас все в будущем либо я к вам барселону либо вы к нам в сибирь а я напоминаю что темой нашей сегодняшней программы был ресторанный бизнес в испании россии сходства и отличия и в гостях у нас был хавьера ольяго испадес шеф-повар из барселоны олега спасибо большое за беседу